Дед Мороз 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 Долином, а потом стал дарить уже как бы подарки всем. Ну что собственно и переняли наши предки и в частности, ну видимо, наш реформатор Петр I где-то в 1700 году уже, то есть начал проводить елки, объявил, что Новый год не 1 сентября, как был там еще со времен Ивана Грозного, а с 1700 года, то есть в этом году получается юбилей, 315 лет как-то нового лета исчезли. Да-да-да, стали праздновать. Ну и то из-за того, что Елизавета Петровна, дочка младшая, была будущей императрица, да, она очень любила эти праздники и соответственно и катание с горок, и снежки, и какие-то там взятия снежного городка, и катание на санях, ну и конечно елка и подарки, и где-то получилось, что без Деда Мороза здесь просто ну никак не обойтись. Но он же не был похож этот Дед Мороз, вот тот, образца 1700 года на современного. Ну вообще очень, да, он конечно был больше такой, там потому что у них же несколько, Морозка там, да, Дед Трескун, какие-то вот такие, Дед Трескун типа злой, а Морозка он типа добрый, вот такой вот, да, а старший у них это вот Мороз такой, батюшка, ну скорее всего это тот самый Мороз, который Мороз своего додозором обходит владения своих, да, вот стихотворение такое с детства нам всем знакомое, что это некий вот такой символ зимы, и который, ну вообще мороз, лед, снег, это все символ чистоты, чистоты помыслов, чистоты веры, и поэтому очень как бы считалось актуальным, что вот его взяли как бы за эту основу. Ну а это все культуры, так я понял, потому что потом уже пошло отделение на Санта-Клаус, или Санта-Клаус появился вообще? Нет, ну да, Санта-Клаус вообще вымышленный персонаж, и поэтому это и красная шуба вот эта вот самая Дед Морозовская, да, то есть она была уже разработана художниками, кинематографистами, вообще образ Санта-Клауса в 31 году только придумали специально для компании Кока-Кола, художник, да, специально для компании Кока-Кола, поэтому цвета белый, красный. У нашего Деда Мороза вообще изначально, конечно, шуба-то красная, но у него вместо меха белый пух должен быть лебединый, да, рукавица должны быть трехпалые, вот такие вот, как бронебойки армейские, да, потому что тремя перстами крестились, они так и называются, трехпалые, да, рукавица. Тот же самый кушак завязанный, да, то есть это не просто пояс, чтобы ему там штаны подтянуть, ну в смысле шубу, да, а это символ двух поколений, молодого и старого поколения, это единство, вот. Плюс в пол шуба. Да, да, ну шуба в пол, она как бы, конечно, больше от Мороза, но, опять же, вот, скажем, сапоги должны быть обязательно там или золотые, или красные, если это сапоги, либо валенки белые обязательно, может быть, они вышиты там где-то серебром, ну тоже, ну валенки как бы Дед Мороз одевает, когда там морозится. Но вот историки пишут, что штаны должны быть обязательно белые у Деда Мороза, хотя сейчас многие под цвет. А разве идут вот эти, ну мне просто удивительно, что прям споры, какие штаны у Дед Мороза. Да, это же спорят как бы те, кто историки, да, историки, спорят с, грубо говоря, с режиссерами, то есть с артистами, потому что шуба красная и все, да, синий, зеленый, это уже как бы не то. А сейчас же вот такие шикарные там и золотые какие-то шубы расписанные, да, и серебряные. Оказывается, шапка должна быть не шапка Мономаха, вот такая вот, да, царская, а должна быть обязательно как пирожок, вот такая удлиненная. Обязательно вот здесь должен быть разрез у нее, как вот у Горбачева Михаила Сергеевича была такая. А, так это в Морозке, по-моему, как раз такая была шапка, да? Вот такая вот, да, а вот эти вот два этих, это символы рогов. Я не знаю, зачем Дед Морозу нужны рога, но вот этот вот разрез в шапке спереди, и вот такие вот, давайте, это вот символика таких вот рогов. Ну, вот с Дедом Морозом вроде разобрались, 511-99-66, звоните, рассказывайте, какой у вас был Дед Мороз, как он выглядел, и в каких штанах он к вам приходил. Потому что если мою историю рассказать, то у меня дядя, вот он переодевался, значит, брал обычную мочалку, вот так вот на уши одевал за ручки, это была борода, вот, какая-то шапка была лыжная, вот, белая такая, халат красный, и валенки, понятно, и швабра, мишурой, и вот это Дед Мороз. Ну, у каждого, наверное, в советские времена были похожи. Вот, и вот поэтому наш Новый год, вот та самая традиция, сейчас я очень часто слышу, вот, не знаю, вы слышите вы фразу, которая звучит так, мы перестали чувствовать Новый год. Вот раньше за две недели как-то город, улица, не знаю, здания, они пахли Новым годом. Сейчас как-то это исчезло. Так это и почему? Или мы выросли? Да нет, это, наверное, просто такая подмена немножко менталитета, то есть материальное, да, становится на первое место, а не духовное, как раньше было, да, мы раньше были все патриотами, мы раньше там были все мечтателями, мы раньше верили в светлое будущее, скажем, да, сейчас, конечно, не знаю, как верить в светлое будущее, да, до завтра бы, так сказать, дожить. Оптимист Дед Мороз. Ну вот, имею в виду, на завтра не в смысле дожить, там денег нет или чего-то, а просто живем сегодняшним днем, да, будет, так сказать, праздник, будет и песня. Ну понятно. Это я так, когда вот общаешься с людьми, у меня-то, конечно, праздник, он уже в душе есть, и костюм готов, и сценарии все выучены, а самое главное, конечно, внутренние ощущения, ну, доброта, тепло, там, любовь к людям, и поэтому даже, когда я соседей хожу поздравлять, да, просто прямо дома у себя иду поздравлять новогоднюю ночь соседей в костюме, да, кто-то вываливает оттуда соседей, кто-то мимо идет. Ну, ничего себе, конечно. Чуть ли не представление целое приходится устраивать, потому что вот в Новый год встретить Деда Мороза, это, наверное, по-настоящему, как, наверное, в Прибалтике там встретить трубочиста. Ну, нет, трубочист там часто. Да, я просто хочу сказать, что вот это вот... А подходят люди? Да, то есть до Нового года, ай, Дед Мороз, привет, там, после Нового года, а вот в новогоднюю ночь верят все, да, и взрослые, и дети там, и трезвые, и пьяные, и все-все-все, и фотографируются, и поздравляются. А тогда перейдем вот непосредственно в праздник Новый год, вот сама Кремлевская елка, то есть вот Дед Морозы, откуда вообще Кремлевская елка? То есть с Петра Первого или все-таки как-то... Ну, если учесть, что в 1070 году столица России все-таки была Москва, потому что Санкт-Петербурга просто еще не существовало, да, и значит, получается, что все-таки она Кремлевская, да? Нет, а вот это название... Конечно, где-то в Коломенском или где-то, а вообще Кремлевская елка... Есть известная картина, Ленин и дети на Кремлевской елке, помните, да? Ну, это там примерно 20-й год, наверное, да, вот решили провести такую Кремлевскую елку, но, так сказать, после смерти вождя решили, что это все-таки религиозное, больше праздник, Рождество, и надо с ним бороться, и елку запретили, и сам праздник запретили, и праздновать, собственно, его запретили. Хотя Новый год, он как бы не был выходным днем, там, 1 января, да, все шли люди на работу. Хотя с 1935 года, хотя некоторые говорят, что с 1937, да, опять решили, надо бы нам, товарищи, что-то такое для народа сделать. Потому что народ празднует в любом случае. А тем более, да, ну, с 1935 года как бы начались перемены в стране, и поэтому, да, такие негативные, скажем так, да, поэтому надо было им срочно что-то такое позитивное в противовес сделать. И вот была опять возвращена кремлевская елка, только уже, так сказать, Дед Мороз, это был уже такой наш партийный товарищ, да, у него была такая снегурочка, комсомолка. Нет, я тоже слышал, что до этого как бы сам праздник, Новый год, вот он вроде как существовал, только не было атрибутики вот этой всей, а так приходили в костюме Чкалова, там, ну, вот такие летчики, комиссары. Ну, звезда какая-нибудь. Да, да, вот это понятно. И, ну, а потом вот кремлевская елка вот с тех пор, с 1937 года, оно или с 1935, вот оно идет, 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 да? Ну, я же не знаю, как там в годы Великой Отечественной войны было с кремлевскими елками, но, в принципе, идет и до сих пор, хотя сейчас тоже как бы спорно, потому что кремлевская елка, московская, она как бы, если у нас в республике это одна елка, да, то есть один раз мы ее... Один день, один раз, да, мы ее показываем, прям от души выкладываемся, да, то есть туда попасть действительно, то там это уже коммерческое такое мероприятие, которое идет там 10 дней, практически все каникулы, по три представления в день, и тут и представление вот эту елку, и спектакль. А, то есть уже нет того эффекта. Да, да, что ты вот... А вот в любом случае, даже если из этих вот 10 дней, 3 в день, есть какая-то вот одна, единственная, когда, да, супер елка? Ну, наверное, когда приходит поздравлять президента, он, конечно, приходит не каждый год, по-моему, ему, да, но иногда это случается, надеюсь, что в этом году он придет поздравить детей. Но обычно он приходит, конечно, когда специальная елка для детей-сирот, для малоимущих, ну, для вот таких вот слоев населения, для которых это действительно праздник, не которые купили там им папа-мама билет за бешеные деньги, а действительно, которые достойны. А раньше же, я насколько понимаю, вообще не покупали, тогда надо было просто быть лучшим пионером, лучшим... Да, да, да. 511-99-66, алло, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, у вас такая праздничная программа, с наступающим вас. Спасибо. Вот, хотелось бы рассказать, что когда мне было 7 лет, мои родители звали для меня Деда Мороза, он был в синий шубик, помню, как сейчас, какого цвета у него были штаны, я, конечно, тогда, ну, не заметила просто, не обратила внимания, вот, но он приходил, приходил вместе с фотографом, как потом выяснилось, родители специально покупали подарок, который просто мне передал Дед Мороз, но все остальные, остальные атрибуты, когда нужно было рассказывать ему стихотворение, стоя на стуле перед елочкой, это все было. Спасибо большое, спасибо. Вот, кстати, откуда традиция рассказывать, и вообще, вот такой, вот вопрос Деда Морозу сейчас, вот сейчас, да, откуда Дед Мороз знает про подарки, и когда это вообще появилось, что надо приносить подарки? Вот какой подарок заказал ребенок? А, ну, то есть мы сейчас говорим про... Сейчас как Дед Мороза я спрашиваю. А, как Дед Мороза. Да, да. Ну, во-первых, все-таки хорошо, что дети пишут. Пишут? Ну, сейчас даже, нет, сейчас они смс-ки отсылают, там, и по Ватсапу. Серьезно? По Ватсапу, да. Вот, ну, и пишут, дорогой Дед Мороз, пишут письма. Конечно, у нас адрес, все-таки, Деда Мороза Великий Устюг сейчас, потому что... Ну, там резиденция главная. Резиденция нашего Деда Мороза на севере, да, ну, где-то Санта-Клаусу пишут вообще в Лапландию, да? Да, да, да. То есть на север в Финляндии, да, американские там дети пишут в Финляндию. То есть здесь уже, получается, границы все стираются. Точно. И то, что из этих писем мы, собственно, узнаем мы, Деда Мороза, что за подарок нужно. Хотя, вот, конечно, большие подарки, это такое, как бы, вот, сокровенное. Но вообще, вот, мы, Деда Мороза, любим дарить подарки всем, всем, то есть всем, кто вокруг. И поэтому у нас есть такой набор универсальных подарков, да, там, конфеты, там, сладости. Вот, вот, вот это тоже пошло непосредственно, ну, вот с тех давних пор, что он приходит с мешком подарков. Да. Это важно, хорошо. Хотя он на Западе в носок он кладет подарки. И вообще он в трубу спускается. Да, он спускается в трубу и кладет в носок. Но наши дети из носка не будут есть там конфеты, правильно, с яблоками. Поэтому у нас кладет подарки. Да, у нашего ребенка логичный вопрос. Вообще, вот эти отличия. Наш на тройке белых коней, да, а этот на оленях на каких-то, понимаешь. Этот по трубе спускается, логичный вопрос, почему чистый, почему не запачкался. Да. Вот, наш волшебный. Ну, потому, у них же, как бы, камин. Ну, да. У нас печь. Из печи там немножечко сложнее, вот эта конфигурация внутри, да. А это сани с тройкой коней, это вообще тачанка настоящая. То есть, Дед Мороз должен еще уметь обороняться, так сказать, от злых сил. Хорошо. Вот теперь вот, если мы все-таки перейдем больше в наше время, есть ли какая-то уже, не знаю, тенденция, не знаю, к западу, не к западу, какая-то мода на новогодние костюмы? Потому что, если мы вспоминаем, опять же, советские времена, и вот поэтому я спрашиваю про наше время, вот там последние пять лет. Ну, вот, дело в том, что я даже сейчас не то, что скажу про детские новогодние костюмы, я даже сейчас скажу про Дед Морозовские новогодние костюмы, да. То есть, мне вот за последние, скажем, десять лет пришлось выступать в роли и Деда Жары, и Дед, Капитан Черная Борода, когда вот пираты пошли эти Карибского моря, да. То есть, я реально с Черной Бородой такой пиратский был Дед Мороз. Ой-ой-ой. Да, значит, вот с энергетиками работали. Был Дед Энергет, да, то есть, это у него такие краги, это у него вот этот пояс с цепью, да, кошки здесь сбоку висят, да, вот эта каска оранжевая, да, то есть, и специальная программа, то есть, вот, ну, там, энергия новогодняя бьет там ключом, да, тем более, что вот сейчас вот энергия очень злободневна, так сказать. Один раз пришлось сделать, там, дет-стриптизер, то есть, у меня был костюм, который, палат, стегивалось, там шортики, шортики снимались, там звездно-плосаты, там трусы, да, то есть, это вот такой вот был дет-стриптизер. А что касается вот самих детей, костюмы, меняются ли год обеду? В прошлом году даже шансон, Дед Шансон я был в прошлом году, и пришлось там петь, там, усталый Дед Мороз, парень северный, вот, а дети, они, конечно, ну, вот, о чем мы говорили, что для них всегда герои и героини, в первую очередь, сказок, да, то есть, в детстве. Это в советские времена. В детстве, да, мы же про это и говорим, в детстве это зайчики, это белочки, да, там, какие-то волчата, снежинки, снегурочки, принцессы, мальчики-принцы, мушкетеры, ковбои, да, вот. Это осталось? Герои, а сейчас герои другие, герои сменились, то есть, когда позже это были уже всякие белоснежки, да, то есть, имеются вот такие диснейские некие персонажи, потом, значит, когда появились всякие, у нас смешарики, и всякие смурфики, и губки-бобы, и... Ну, герои мультфильмов, понятно. Да, миньоны, скажем так, да, и вот... Корпорации монстров. Да, ну, в корпорации, не знаю, в монстров одевается или нет, но да, и есть такие, да, но сейчас на пике, конечно, это супергерои, это всякие тут и Человек-паук, и Бэтмен, и Члесный Человек, и пипец, и даже сейчас вот по Звездным Войнам такие костюмы продаются, одевайся Дартом Вейдером, да, бери меч и вперед. Ну, хорошо, тогда вот так вот, белочек поубавилось, получается? Ну, вот так вот, вот вы, Дед Морозовским взглядом... Ну, у них возраст поубавился, то есть, в детском саду белочки есть, в детском саду белочки есть, в школе уже, наверное, белочки, это, ну, красной шапочкой на крайний случай. Ну, девчонки, конечно, у нас все принцессы, это вообще уже однозначно, тем более принцессы сейчас и Жасмин тут, и Ариэль. Это времени не подвластно. Алё, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, Валерий Саш вас беспокоит. Ну, вот тут насчет белочки, ну, белочка, наверное, скорее всего, приходит к взрослым. Это шутка. Ну, а здесь про Новый год. К нам идет Новый год, запах мандариновый, что же людям принесет звон бокала малиновый? От него все чудо ждут, счастье и подарков, и гирлянды там и тут светят людям ярко. С наступающим Новым годом Дед Мороз всех поздравляет. Мир, счастье, благ народам Дед Мороз желает. Ну, и я сам был тоже Дед Морозом дважды в детском саду. Здорово, конечно, с детишками. Там без здоровья Дед Мороза делать нечего, в общем-то. Там нужно прыгать, бегать, скакать, плясать, петь и все. И, короче говоря, надо там быть ребенком, таким же подвижным и заводным. Тогда все получится. Еще раз, Тимофей, вашу команду, всю бригаду и вот соведущему тоже. С наступающим Новым годом. Всех благ вам, здоровья. Да и всего хорошего. И творческих удач и успехов. Спасибо вам. Спасибо большое. Ну, да, причем, насколько я знаю, насколько я помню, что, потому что сам играл не раз роль Деда Мороза, он там пару раз точно ездил. Самое главное, да, такая отмазка Деда Мороза, это Дед Мороз старенький, я посижу. То есть, это вот Дед Мороз старенький, можно я как-то не буду плясать много, но это я халтурил, если честно. А теперь вот еще вопрос вечный, как курица и яйцо. Дед Мороз и Снегурочка. Это же исключительно у нас, только в России. Больше я нигде не видел второй персонажа, кроме вот этого Санта-Клауса и оленей. Вот откуда Снегурочка? Ну, Снегурочка, она вообще, конечно, литературный персонаж изначально, да, но это потом уже то, что от Мороза и Весны там появилась она, да, это уже как бы тоже и по произведению. Весна у нее и Мороз ее отец. А вообще, конечно, так же, как и Белый снег, Снегурочка – это символ чистоты, то есть она вся такая воздушная, она вся такая водяная, скажем так, да, вся такая стеклянная, хрустальная, звенящая. И после того, как уже была опера написана, Снегурочка, то она стала неизменным как бы спутником. Это еще было, ну, до революции, скажем так. До революции, чтобы уже присоединили Снегурочку к Деду Морозу. Да, то, что была она с ним связана. Уж не знаю, насколько она, везде ли она с ним ходила, скажем так, но, наверное, там в царскую семью поздравлять ходили, наверное, Дед Мороз и Снегурочка. И все-таки внучка или дочка? Ну, мне, конечно, приятнее ощущать ее внучкой, потому что дедушки внуков и внучек, конечно, любят, наверное, больше и относятся к ним нежнее. А те же историки, что говорят про штаны-то, они все знают? А вот про внучка или дочка? Ну, здесь я, конечно, ничего сказать не могу, потому что мне об этом историки не говорят. Да, я тоже сегодня рыл перед программой информацию, кто же она, внучка или дочка. Но, да, говорят, что в советские времена, когда начали придумывать совершенно новый образ, вот как раз в 30-е годы, а послереволюционная, много беспризорников, значит, у нее не должно быть мамы и папы, и должен быть старенький дедушка, который его воспитывает, как большинство детей на тот момент. И поэтому вот придумали, что внучка. Да, кстати, мне вот тоже один раз пришлось делать такой советский, советский, революционный Новый год, и дедушка Мороз, он просто вот так и изговаривал, как дедушка Ленин, да? То есть он был такой добрый, дедушка Мороз. Пизод 11, 99, 66. Алло, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Вы что, опять что-то вы не говорите? Алло. Алло. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. 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 О, наконец-то, я по телефону и телевизор смотрю, так получается. Спасибо за игру, хорошего, за Игоря Мороза. Чуть не поверил. Не за вас, я его тоже. Вот так тоже, как я, очки посмотрю, серьезно. Спасибо за вас. За Новый год, спасибо большое вам. Спасибо, спасибо большое. Да. Теперь вот у нас не так много осталось, но хочется вот приоткрыть чуть-чуть. Вы же и сценарист, и режиссер, и постановщик, и Дед Мороз, и все вместе, значит, все знаете. Что, когда? Во-первых, у нас елка наша самая главная, и что там будет? Ну, хоть чуть-чуть. Ну, елка-то наша республиканская в 2 часа 25 декабря. 25 декабря. Это в пятницу, да? Но раскрыть секрет, что там будет, или каких звезд там привезут, я не могу, потому что я давал подписку. Ну, ладно, ладно, потому что, ну, очень любопытно. А вообще, хорошо, а тогда сколько детей приходит? Ну, если... А место хотя бы? Место есть? Да, Татнефть-Арена. Татнефть-Арена. То есть опять 10 тысяч точно. Ну, там 10 тысяч мест, но если учесть, что одна как бы сторона, это декорация, да, попадли, то 7 тысяч человек, это точно приходит. Но с другой стороны, портер иногда ставится вплотную к сцене, да, а иногда там лед, да, и поэтому тоже зависит от того, что если там ледовое поле, значит, в портере людей меньше. Если там не ледовое поле, значит... Ну, в общем, все узнаем. Ну, в общем, все узнаем. Владимир, ну и поздравления и от Деда Мороза, и от Владимира Бибишева, всем нашим телезрителям. Вот прям в камеру, да. Ну, дорогие мальчики и девочки, дяди и тети, папа и мамы, бабушки и, конечно, дедушки, наступает новый 2016 год. Год високосный, а високосный год нельзя ругаться, нельзя ссориться, нужно дружить, влюбляться и желать друг другу только счастья, добра и здоровья. А еще високосный год надо встречать в новых тапочках. С Новым Годом вас, с новым счастьем! Спасибо большое. И вас с Новым Годом, с новым счастьем, удачи! Поздравляю, поздравляю. Друзья, готовьтесь к Новому Году, вспоминайте, какими были Дед Морозами. И если действительно вы сами решили стать Дед Морозом для своих детей или знакомых, становитесь. Давайте играть в детство. До свидания. Дед Морозом для своих детей